Сегодня на улице мороз, и мои корочки сидят заперти. Вот они кушают. Зернычки сыплю прямо им на опилки. Сверху немножко присыпали опилками, так как песок у нас закончился. Сыпать нечего. Были опилки, насыпали им сверху еще опилки. Вот они здесь роют. Перемешку песок с опилками. Тут они меня хозяйничают. Вот они залезли на печку. И очень хотят на улицу. Ну, может быть, в обеда я их выпущу. Потеплеет. Пойдут на улицу. Сейчас 8 часов утра. Пускай немножко посидят. Хотят очень на улицу. Очень. Всех мы соединили снова вместе. Ничего у нас не получилось разделить. На улице они разделяются сами. Петушки в одну сторону. А главный петушок со своими курочками. Он никого из них не подпускает к себе. Петя, Петя, ты ж хозяин у меня. Ты хозяин. А вот наши красавицы перепелочки. Вот они кушают тут. Вчера снесли первое яичко. Наконец-то начали нестись. Так мы их утепляем. Утепляем хорошо. Унутри у передпелочек температура 17-18. В этой шубе. А вот у нас в самом курятнике где-то около 14 градусов тепла. Ну, я думаю, это нормально. Без обогрева. Мы еще пока не обогреваем. Как будет выше 10 на улице. Сегодня где-то минус 6. Будет выше 10 на улице. Когда у курятнике меньше 10 тепла станет, мы начнем включать обогреватель. Ну вот, посидите до 12 часов. Поройте здесь ямы. Здесь им хорошо. Жалко, что песок закончился. Все-таки песчаная подстилка мне нравится больше. Они и песочек едят, и купаются в нем. Ну, и тут достаточно песка. 10 сантиметров 10 песка. И сверху высыпали немножко опилок. Так что им хватает на купание. До 12 посидите, мои красавцы. И пойдете на улицу. Станет немножко теплее. Пойдете гулять. Кормушек у меня никаких нет. Я не люблю кормушки. Сыплю прямо вот все на пол. Птица должна двигаться, сидя заперти. Вот подвесила глину. Я раньше добавляла в мешанку глину. Но потом в интернете нашла, что петухам нельзя кушать глину. Они становятся бесплодными. Да, бесплодными становятся. Поэтому я взяла, подвесила глину вот так. Белую. Больше ничего не дают. Яичную шкарлупу не даю. Почему? Я не знаю. У меня очень сын брезливый. Он считает, что куры не должны кушать свое ничего. Ни мяса, ничего, ни шкарлупу. Чтоб все было не ихнее, а было все природное. Такой вот политики меня придерживается сын. Поэтому кальций – это у нас глина. Да, пятюня. Чтоб такой мальчик мой не был бесплодным, в мешанку глину не добавляем. Вот он, красавец. А, это моя курочка старенькая, красавка. Ну, вот и все, что я хотела вам рассказать. Петя, вот так.